привет и слова украине нравится не нравится нато приближается нравится не нравится бурят и будут жариться пишите свои версии бурят и имеется ввиду российские танкисты которые пересекут государственную границу украины и чтобы этого с ними не произошло есть хороший способ конечно же он очень прост главное не пересекать эту границу эту смысле государственную границу нет не просто государственная государственную границу украины а то эти товарищи которые захватили крым и донбасс я говорю сейчас российской федерации они немножечко путаются и понятно что уровень военной опасности он чрезвычайно высокий не надо думать что я тут говорю что все спокойно расслабьтесь и так далее нет 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 слушайте они не просто так у нас окружили взяли в полукольцо от беларуси до оккупированного крыма и соответственно на черное море нет они занимаются наши российские друзья 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 в кавычках до занимается решением своей главной задачи возвращение украины у них осталось опции не так много на самом-то деле она всего лишь одна этого и война других вариантов у них нет то есть если есть какие-то шансы только вследствие боевых действий но тут нюанс украина столько озверели за это время что так не получится как как ник некоторые мечтают в российских экранах дело в том что и вот здесь можно прям записывать записывать если кому-то будет сильно страшно можете потом эту фразу просто повторить страна которая оброняется враг не захватит еще раз страну которая оброняется враг не захватит данном случае враг это на российская федерация какие задачи решают соединенные штаты тем самым они как я понимаю структурируют западная западные страны в единый монолитный военный блок и это получилось потому что на военная угроза она она реально потому что если кто-то думает что они нас просто пугают они отыгрывают вариант как в 2014 году на тему моргнут американцы моргнут ли украинцы сейчас ясно что никто не моргнет так вот знаете я на все таки скажу с того что все будет примерно так же как сейчас в части прохождения линий фронта но что в результате будет почему вся эта история в конечном итоге пойдет нам нам на пользу ну во-первых джавелинов джавелинов много не бывает стуга много не бывает вообще сам сама восприятие украиной своей армии она придет к тому что все будут понимать что видишь военнослужащего наших доблестных вооруженных силах ты видишь его на улице или в метро или в автобусе не говоришь дякую за службу потому что все понимают что армия это основа этого государства что еще украина стала за частью запада то есть когда говорят о том что вот у нас там какие-то проблемы с экономикой то я абсолютно убежден что эти все колывания колебания они будут решены с помощью западных денег так что тут все у нас очень и очень хорошо единственный момент вот я хочу еще раз проговорить вот эту штуку что в итоге вот смотрите кремль нам грозит да 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 они нам грозят войну и если кто-то тебя окружает со всех сторон или делает полы рукав со своей армией нет это не для того чтобы сказать что мы братские народы или еще что то это все конечно чушь это путин использует для того чтобы чтобы мы самые доверчивые из нас не сопротивлялись когда они нас будут убивать но вся эта история она приведет пришли уже привела к тому что мозги проветрились практически у всех вот то что происходит сейчас это закладывают на на поколение ненависть между двумя странами да 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 как-то владимир владимирович написал текст гигасенный когда он страной россию управляет когда такие тексты пишет я как журналюга могу вам сказать что написать захерачить текст на 40 страниц на 40 тысяч знаков то надо постараться так вот там у него есть фраза из украины делают анти россию меня в принципе эта формулировка выбешивает потому что так некоторые российские либералы иногда делают что вот украина это россия без путина без чего-то еще там короче до побачивания украина это украина но слово анти ну то есть против вопрос кто это делает это делает российская федерация вообще насчет того что произошло россияне начали оправдываться да 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 лавров говорит наконец-то они как-то начали более-менее четко это артикулировать что мы не собираемся это хорошо мария ладимировна захарова говорит нет нет ни в коем случае и путин и вот 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 ну в общем некоторые такие заявления пошли то есть понимаете если они начали говорить что нет мы не собираемся вторгаться то это нас должно подвигнуть к тому что этот мишка кремлевский все-таки немножечко моргнул вы видите какая интересная штука получается что на фоне всех этих дел угроз войной и так далее топить за рашу даже в германии становится как-то ну как-то неприлично вот шиодера сейчас прищучит прищучили там у них была группа компаний раша тудей на немецком языке хотели там рассказывать как путина любить ну и подписать что там на новый пакт лавров а тут не с кем записывать по аналогии молотова риббентропа так что эти вот все вещи они когда я говорил о том что закладывается основа на на десятилетия в части безопасности в европе так вот это вот как раз эти элементы то есть западный мир кажется отошел от вот этого такого знаете легкого понимания ситуации они осознали что этих ребят просто так не урезонить и вот демократическая европа тоже пошла по принципу который предложил миру на его личнейший президент в частности владимир александрович зеленский что я имею ввиду вот теми или ими способами использовать санкции против российских информационных войск это все одно и то же французы очень сильно озабочено влиянием вот этой группы компаний под брендом rush today в во франции и делал не только во французской редакции а в арабской в том числе но не так кажется если вот такой накат со стороны россии будет продолжаться их просто выбрут и маргарита симонян будет вещать на армянском языке хорошо туда и на армянском языке ну и на русском нет они конечно могут и на немецком тоже навещать и это делать допустим а ну на какой платформе в каком-нибудь и рутюбе хотя на вы знаете вот опять же как работает российская пропаганда вот тут через тот же youtube вот есть каналы не рассказывали допустим где берут публичные выступления того же лаврова и просто их приводят на немецкий пример это медина испанский а потом разгоняет по социальным сетям и люди с отсутствием критического мышления они слушают вот так полные ответы лаврова который он же говорит очень убедительно а потом у себя в странах рассказывает что наше правительство врет а вот сергей лавров нет он говорит что в украине нацисты и на некоторых это действует да это очень интересно я в этом отношении всегда задавался вопросом почему через американские инструменты а эти инструменты западный мир позволяет диктаторам вносить в их страны всякие безумные смыслы оля скобеева рассказывает вы и но вся эта банда они там они же тут вот эта неделя вообще такая ужасная была включить телевизор они там арут боеву убиваете русских детей тут дело не в национальности дело в вранье потому что пока не было этих корков российских оккупантов никто там не умирал это очень важно понимать здесь позиция наша должна быть такой держим фронт меняемся внутри страны становимся сильнее смотрим на мир с высоты киевских холмов никогда не забываем что произошло с нами в 2014 году сами никогда не отчаямся никогда не забываем и не ставим под сомнение чей крым чем чей донецкий луганск ну и гляди гляди жизнь наш такая в рамках государства она не заканчивается завтра или послезавтра жизнь человека конечно государство будет окно возможностей и вот эти вот слова чей крым они же не потеряют актуальности до того момента пока эта территория не будет оккупирована потом гляди гляди и что там ну произойдет такая интересная штука в россии рамзан ахматович кадыров например выйдет во второй тур президентских выборов российской федерации а потом победит на этих выборах кто-то это не признает и они увлекутся сами собой как это неоднократно было в истории россии поэтому спокойно вы знаете мне кажется они просто осознали почему они сейчас начали качать ситуацию они думают успеть прыгнуть в последний вагон и остановить украину на пути вступления европейский союз и нато и фиксации статуса независимо от этих организаций частью западного мира почему они давят на признание оккупационных администраций там же вот даже вот заметьте наши представители там тут же кулеба он говорит что никакого особого статуса в российском понимании не будет и никакого права вета у оккупационных администраций не будет так это то же самое то есть с одной стороны они хотят чтобы нато официально сказала что никакого на то украине вот мы отказываемся от украины закрываем от полуоткрытые двери для грузии украины молдова принципе пока не стремится ну тут таки а сейчас они хотят чтобы но условно в украинском законодательстве было прописано таким образом что если кто-то какой-нибудь негодяй из бункера позвонит в донец и скажет вы против того чтобы у украинцев был трезуб на монетах и трезуб был гербом вот они будут сразу говорить о смотрите у нас есть бумага вот она подписана в рамках того как одна россия колотила военный барабан кто-то моргнул и вот якобы подписали какой-то документ что вот у нас появилась право вета наши понимая это все сразу говорят ребят если вы ограбили донбасс то это не значит что вам кто-то даст такую опцию для всей свободной украины вот все